МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ноябрьск-24". Продолжает свою работу и сейчас коротко о главных темах этой недели. Не хватает информации. Жители Ноябрьска просят рассказать, как улучшить работу социального такси. На полтора года позже реформа продолжает повышать пенсионный возраст. Оказались не готовы. Семья, которая взяла на воспитание полутормесячного щенка, вернула его обратно. В одном из районов Ноябрьска появились контейнеры для сбора стекла. Первые емкости были установлены две недели назад, пока их четыре и все они расположены по улице Магистральной. Инициатором такого сбора стал электромонтер Олег Ивженко. Вместе с напарником он вывозит стеклотару раз в неделю. Специально для этого купили автомобильный прицеп, бочки для сбора, а также оборудование по измельчению стекла. Складом временно служит гараж. В планах мужчин к концу следующего года установить контейнеры во всем городе, а также построить маршрут и составить график вывоза. Сейчас идет процесс поиска фирмы по приему стекленной крошки. Все будет измельчаться в крошку и в мешки загружаться, а потом уже в дальнейшем, когда уже будет основной нормальный склад, оттуда уже будут машины отправляться, либо с одним заводом мы разговаривали, что у них только прозрачное стекло, получается, они берут, только с ним работают. Они сказали, что они нам вплоть туда вагон будут на тупик ставить. Достаточно будет удобно. Жителям Ямала будут платить за содействие полицейским. Соответствующие поправки приняты в региональный закон. Вознаграждение, а это 4000 рублей, можно получить за сообщение о правонарушениях и угрозе общественному порядку в незаконных игорных заведениях и за информацию, которая поможет предотвратить или раскрыть преступление, а также задержать причастных к совершению преступлений лиц. Решение о выплате вознаграждение будет принимать руководитель регионального главка МВД. Минстрой утвердил среднюю стоимость жилья на Ямале в 2020 году. Приказ министерства уже опубликован. Согласно документу, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилого повещения на Ямале в первом квартале следующего года составит 62 748 рублей. Эти показатели применяют при расчете социальных выплат на приобретение жилья. Для сравнения, в Югре установлен норматив 52 501 рубль, в Тюменской области 44 883 рубля, самый высокий показатель в Москве почти 102 000 рублей. На втором месте Сахалинская область замыкает тройку Санкт-Петербург. Самый низкий показатель в Брянской области 30 412 рублей. В 2020 году продолжится переходный период пенсионной реформы. Возраст выхода на пенсию вновь изменится. Он увеличится на полтора года. За жителями Крайнего Севера сохраняется право выхода на пенсию на 5 лет раньше ущеустановленного возраста. Так, в следующем году на Ямале реформа затронет мужчин 1964 года рождения и женщин, родившихся в 1969. При этом ряда категорий граждан увеличение пенсионного возраста не коснется. Это женщины, которые родили двух детей и имеют стаж в районах Крайнего Севера 12 и более лет и общего стажа 20 лет. Это родители детей-инвалидов. Это мамы, которые родили 5 и более детей. Это списочники наши так называемые, то есть люди, которые работают во вредных профессиях. Это коренные малочисленные народы Севера, ну и еще ряд категорий. В следующем году в психоневрологическом диспансере Ноябрьска появится специализированный кабинет для реабилитации детей, имеющих проблемы с психоречевым развитием. Он будет открыт на базе дневного стационара. Планируется, что реабилитационный курс несовершеннолетние пациенты смогут проходить дважды в год, продолжительность в две недели. Заниматься с детьми будут два логопеда и клинический психолог. Помимо речевой и психокоррекции дети смогут получить медикаментозную помощь. Такой кабинет позволит пациентам с ментальными нарушениями чаще проходить реабилитацию, не выезжая за пределы округа. В отношении наших детей, которые у нас в диспансере наблюдаются, в большинстве случаев мы сталкиваемся с последствиями перинатальных поражений центральной нервной системы. По статистическим данным, на 1 декабря 2019 года под диспансерным наблюдением у нас состоит 210 детей, которые нуждаются в активном врачебном сопровождении. Из них 174 ребенка – это дети-инвалиды с грубыми ментальными нарушениями. Цифры колоссальные для нашего небольшого города. Членам общественной палаты Ноябрьска вручили удостоверение. Документы получили 9 человек. Это люди, которые были избраны в общественную палату второго созыва. В обновленном составе палата начала работу весной этого года. Сейчас в организации 14 человек. Во вторник общественники обозначили план работы на 2020 год. Цели и задачи не меняются. Это и общественный контроль, и экспертиза нормативных актов, и безопасность дорожного движения, а также проведение круглых столов и слушаний. Впрочем, будет и новое направление. Решили в этом году осуществлять прием граждан ежемесячно. То есть мы разработаем график. Будет население города проинформировано о времени и месте общественной приемной, членов общественной палаты. То есть где они смогут рассказать о проблемах, о своих пожеланиях. Ведь задача общественной палаты – согласование общественных значимых интересов между жителями города и органами местного самоуправления. Что мешает людям с ограниченными возможностями вести активную жизнь? И почему они отказываются от посещения важных мероприятий? Общественная организация «Таганай» проводит в интернете опрос по работе социального такси. В анкете всего 10 вопросов, и ответить на них могут как сами инвалиды, так и их знакомые, родственники или друзья. Результаты опроса помогут общественникам в создании проекта региональной службы социального такси. С этим проектом они планируют заявиться на конкурс президентских грантов и в случае успеха получить финансирование на его реализацию. Уже сейчас в опросе поучаствовали 50 человек. Их главная проблема, рассказывает инициатор опроса Сергей Богдановский, в отсутствии у людей информации. То есть люди не знают, как эту услугу оформить, куда позвонить, каким объектом можно ездить, что это для них принесет, какую выгоду в семейный бюджет. И вот в рамках подготовки заявки на президентский грант и обоснования значимости решения этой проблемы, вот эти результаты опроса будут использованы. Избитого подростками инвалида-колясочника отправили домой в Курганскую область. Об этом сообщили в общественной организации «Таганай». Напомню, в начале декабря на ЖД вокзале Ноябрьска был обнаружен избитый мужчина в инвалидной коляске. По его словам, он приехал из Курганской области и на улицах нашего города пытался заработать, попрошайничал, пока его не избили подростки. Документов у мужчины не было. Его историей заинтересовались общественники, депутаты и городские власти. Владимиру предоставили временное жилье, одежду и продукты, помогли пройти медобследование, восстановить документы и купить обратный билет на поезд. Наша задача в этой всей цепочке благотворительности совсем небольшая была. Доставить его из учреждения, где он восстанавливал силы свои, к железнодорожному вокзалу, посадить его в поезд. Ну, это мы сделали и считаю, что это хорошо. Но вот этот случай, он выявляет глобальную проблему, что в Ноябрьске отсутствует социальный приют. Сейчас общественники строят планы по созданию подобного социального приюта в нашем городе. Учреждения, куда могли бы обратиться люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. По словам Сергея Богдановского, спонсоры, готовые помочь оборудовать такой центр, в городе есть дело за подходящим помещением. В Ноябрьске волонтеры вновь ищут хозяев для трех спасенных с улицы щенков. На прошедшей неделе одного из малышей взяли в семью. Правда, спустя всего несколько дней щенка вновь вернули волонтерам. Новые хозяева оказались не готовы к тому, что полуторамесячный щенок не приучен к выгулу. По словам волонтеров, которая выхаживала животных, щенка ей вернули в плохом состоянии. У собаки грязные глаза, плохая шерсть и существенная нехватка в весе. На выхаживание животного теперь вновь понадобится время. Прервемся на короткую рекламу и смотрите сразу после нее. Две с половиной тысячи за перелет. Кто может воспользоваться льготным тарифом? Дети из Ноябрьска на главной елке страны. Что делать, чтобы встретить праздник в Кремле? И новогодняя сказка под окном. Семья из Ноябрьска построила снежный городок у себя во дворе.